Привет всем! В эфире Универ Ньюз. С вами Елизавета Гущина. О самых интересных новостях мы расскажем сегодня в выпуске. Закрытый клуб партнеров появился в КФУ. В Казанском университете прошел международный форум по сохранению языков. В КФУ стартовал Всероссийский чемпионат по чизболу. 21 ноября в Казанском федеральном университете прошло учредительное собрание Закрытого клуба партнеров Института управления экономикой и финансов КФУ. О нем наш следующий сюжет. Первая встреча Закрытого клуба прошла в формате светского раута с презентацией концепции работы КФУ с партнерами и их роли в формировании профессионалов будущего. Проект укрепит межличностные связи и создаст сообщество из числа работодателей, выпускников института. Хотелось пожелать, чтобы вопрос со стороны работодателей, которые все время говорят, вы не тех готовите. Я тогда задаю вопрос, а вас кто приготовил? Многие из вас тоже здесь учились. Как же вы стали такими людьми, состоятельными не только в финансовом выражении, но и в бизнесе, и в структуру государственного управления власти. Самое главное, вас здесь научили и вы научились адаптироваться к быстро меняющемуся рынку труда. На сегодняшний день закрытый клуб партнеров насчитывает 50 человек. Возможность включения в список ограничена, а новые члены появляются в соответствии с правилами, подробности которых не раскрывали. Участие в клубе дает доступ к аналитической информации, возможность обратиться за консультацией к членам клуба и экспертам института, а также доступ к базе данных резюме студентов и выпускников КФУ, что обеспечивает возможность подбора кадров под проекты членов клуба. В прошлом Казанский университет уже имел опыт такой работы. Созданный на базе КФУ и Министерство образования и науки РТК Ординационный совет позволил сократить разрыв между школами и университетом в вопросе подготовки и переподготовки учителей. Именно в этом году выпустился первый выпуск ребят, которые поступили именно в Институт управления экономики и финансов в КФУ. И они уже идут и пишут другую историю. У нас сейчас слоган «Мы пишем историю» и мы вас позвали для того, чтобы мы с вами воспитывали и писали новую историю с теми, кого воспитывать будем уже мы. В рамках учредительного собрания закрытого клуба прошли презентации партнеров университета, а также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и проектом «Капитаны России». Камиль Гемоздинов, Ленар Довлетяров, Универньюз. 22 ноября свою работу начал ежегодный форум Russian Media Weekend. Среди его участников студенты кафедры рекламы и связи с общественностью КФУ. Подробности смотрите в нашем сюжете. 22 и 23 ноября кафедра связи с общественностью прикладной политологии Высшей школы журналистики и медиа коммуникаций КФУ и студенческая организация Института социально-философских наук и массовых коммуникаций комьюнити организует ежегодный обучающий интенсив для студентов, интересующихся трендами пиар, рекламы и медиа. В гостинично-развлекательном комплексе «Ривьера» мероприятие собрало более 400 участников. Здесь в основном первокурсникам будут показывать, что вообще происходит, что делает наша кафедра, потому что мы организовываем форум Russian PR Week каждую весну. И это как бы подготовка к Russian PR Week, чтобы первокурсники тоже вступали в организацию комьюнити, которая организовывает этот форум и тоже занимались активной деятельностью. В рамках форума пройдут мастер-классы и выступления московских пиар-специалистов. Из медийных лич сегодня приехал уже Журавлев к нам. Приедет, получается, руководитель таких агентств, как «Зебра Хиру», приедет руководитель и пресс-служба «Пепси» и так далее. На завтрашний день тоже запланировано очень много интересных спикеров. Форум по большей части ориентирован на студентов первого курса. Однако живой интерес к мероприятию проявили старшекурсники. Валерия Муратова, Фарид Захит Оглы, Универньюс. В Казанском федеральном университете прошел седьмой международный научно-практический форум по сохранению языков. Подробности далее в эфире. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялся седьмой международный научно-практический форум по сохранению и развитию языков и культур. В области сохранения и развития языков и культуры имеется множество проблем. Проблемы есть не только у нас в Татарстане, в Российской Федерации. Они имеются и во всем мире. Для нахождения путей решения как раз проводятся конференции, семинары, форумы. Наши мероприятия относятся именно к разряду таковых. Форум объединил пять конференций. Среди них 10-я международная научно-практическая конференция «Сохранение и развитие родных языков в условиях многонационального государства», 2-ю международную научно-практическую конференцию «Татарское языкознание в контексте евразийской гуманитарной науки» и 4-ю международную научно-практическую конференцию «Сохранение художественно-исторической среды современного города как духовного фактора культуры». В рамках этого форума, конечно, хотела бы высказать те наболевшие проблемы по развитию тюркских языков, родного языка, проблемы их решения, перспективы развития, общения с коллегами, видными тюркологами, видными учеными-лингвистами, в том числе татарского языкознания. В работе различных секций форума приняли участие более 300 ученых из стран СНГ и зарубежья. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюз. В КФУ стартовался российский чемпионат по чизболу, приуроченный к юбилею университета. Подробнее в сюжете нашего корреспондента. Доскональный расчет у шахматной доски. У этих игроков есть всего лишь одна минута, чтобы рассчитать ходы на всю игру вперед. Все остальное – дело техники и слаженности команды. Чизбол – это как раз та модель, которая позволяет сформулировать принципы взаимодействия в командах и решать одну задачу, цельную задачу, целым большим коллективом. Эта игра уже давно любима всеми казанцами. В стенах КФУ проходил не один городской и республиканский турнир. В этом году чизбол вышел на новый уровень. Десять команд из разных уголков России приехали принять участие во всероссийском чемпионате по чизболу, приуроченной 215-летию Казанского университета. Сейчас мы начинаем проводить всероссийские чемпионаты. И в этом году мы его приурочили именно к 215-летию КФУ. Символично, что именно Казанский федеральный университет, в стенах КФУ развивается этот вид спорта. Чизбол – это увлекательная игра для профессионалов и азартное шоу для любителей шахмат. Только если в шахматах ты можешь предугадать ход противника, то тут ты даже не знаешь, чего порой ждать от твоего напарника. Шахматы – это игра 1 на 1, конечно же. Но чизбол – это игра 8 на 8. То есть тут, можно сказать, своеобразный коллективный разум. Это необычно, потому что шахматы – это игра, которая имеет богатую историю. И, ну, по правде сказать, она не менялась практически за эту историю. А вот тут такое нововведение. И почему бы не пробовать? По итогам чемпионата по чизболу победители получат ценные подарки и грамоты. Диана Шилова, Льнард Влетьяров, Универ Ньюс. О том, что еще интересного прошло в Казанском федеральном университете, смотрите в нашем обзоре новостей. В Казанском федеральном университете прошел молодежный эколого-правовой практикум «Эколав». Он был посвящен правовым проблемам охраны окружающей среды и рациональному природопользованию. В рамках мероприятия провели интенсивный курс в формате мастер-классов деловых игр и тренингов. Участники практикума представили итоговый творческий проект, который оценивали представители правоохранительных органов бизнес-структур Республики Татарстан. А в завершение мероприятия участники получили сертификаты, дипломы и памятные подарки. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ уже в шестой раз прошел ежегодный фестиваль «Телелестница». На нем прошла церемония награждения студентов за лучшие видеоработы. Фишкой фестиваля стала презентация групп первокурсников. В них через творческие номера они продемонстрировали свои таланты. Мы показываем номер и наш клип, мы сделали кавер на тележурналист, он стал известен в соцсетях. И у каждого из нас есть свой образ в группе и у меня образ матери драконов. 22 ноября представители Фрайбергской горной академии посетили Казанский федеральный университет с целью развития взаимовыгодного сотрудничества в научно-исследовательской и образовательных сферах. В ходе визита гостям провели экскурсии и презентационные встречи. А на круглом столе ученые КФУ смогли представить европейским коллегам свои разработки и обсудить перспективное развитие сотрудничества. Цель нашего визита в Казань состоит в углублении сотрудничества наших университетов. Это сотрудничество между Фрайбергской горной академией и Казанским университетом уже давно стало традиционным. На этом наш выпуск подошел к концу. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. Еще увидимся! Субтитры подогнал «Симон»